Дайджест недвижимости Дайджест недвижимости Законопроект, регламентирующий порядок оформления перепланировок в многоквартирных домах, внесен в правительство России. Документ разработан Минстроем и определяет правила перевода жилого помещения в нежилое, а также проведение перепланировок, которые влекут изменение размера общего имущества многоквартирного дома. После принятия законопроекта для перевода жилого помещения в нежилое, собственнику будет необходимо заручиться согласием общего собрания других собственников жилья. Для того, чтобы решение было принято, требуется кворум владельцев помещений, то есть участие в собрании более 50% собственников, из которых не менее половины голосов поддержат перевод. В случае перепланировки к этим условиям добавляется еще одно. Потребуется согласие всех собственников помещений, расположенных в подъезде, и собственников квартир, примыкающих к нему. Если в доме один подъезд, необходимо согласие всех владельцев без исключения. Собственник должен осознавать, что его квартира или помещение являются частью дома, и любые внедрения могут сказываться на его состоянии, подчеркнул глава Минстроя России Михаил Мень. Дайджест недвижимости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о реформе товариществ дачников и огородников. Документ сокращает количество организационно-правовых форм товариществ собственников недвижимости, созданных для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства до двух. Это садоводческое некоммерческое товарищество, предназначенное для ведения садоводства и дачного хозяйства, и огородническое некоммерческое товарищество для ведения огородничества. Определяется, что на огородном земельном участке граждане вправе размещать исключительно хозяйственные постройки, не являющиеся объектами капитального строительства. В законодательство также вводится понятие «садовый дом». Для его строительства не требуется разрешение. Такой садовый дом предназначен для отдыха и временного пребывания людей и может располагаться на садовом земельном участке. Одновременно с этим сохраняется возможность строительства на садовом или дачном участке жилого дома, пригодного для постоянного проживания граждан. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости. Дайджест недвижимости.